Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Почему Христос приглашал следовать за Собою одних людей и не приглашал других, которые, в общем-то, хотели следовать за Ним? Мы прочитаем Евангелие от Матфея, 8 глава, 19-22 стих. «Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Человек сам изъявляет желание как бы оставить все и идти за ним. И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». О чем это? Итак, в одном случае мы видим книжника, то есть библейски грамотного человека, начитанного человека, который, скорее всего, из писаний, пророков понял, что Иисус из Назарета – это и есть мессия Израиля. И он приходит ко Христу и со всей решительностью говорит, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Христос отказывает этому человеку. Причем в самом этом отказе мы видим причину. «И говорит ему Иисус, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». О чем это? Христос, как истинный Бог, сердцеведец. Он знает это доброе намерение в сердце этого человека, книжника, но он знает и слабости этого человека. Этот человек привязан к обстоятельствам быта, он едва ли перенесет жизнь, скажем, прямо человека без определенного места жительства. Сегодня на одном месте, завтра на другом. Действительно, от всех верующих не требуется, чтобы они все оставляли и шли за Христом. Это путь совершенства. Помните, как Господь сказал одному юноше, «Если хочешь быть совершенным, оставь все, иди за мной». Но до этого юноша спросил, что мне делать, чтобы спастись. Христос не сказал раздай все, он указал ему на заповеди Божии, как и нам он всем указывает на Божий закон. Но тот, кто ищет путь совершенства, это особый путь, доступный не для каждого, он должен соизмерять, хватит ли у него сил. И вот этими словами, лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет, где преклонить голову, Христос как бы говорит, я сам не могу найти постоянного места, где бы я мог хотя бы преклонить голову. И этим самым он подсказывает этому человеку, что это объективное Божье решение, на его счет он не справится. То есть пусть продолжает верить в Христа, исполнять его закон, но путь совершенства это не для всех. Как об обете целомудрия, безбрачия, Христос говорит, «могущие вместить, да вместят». То есть это не для всех, и это не обязательно. А вот когда другой случай, тут же, рядом, другой же из учеников его, другой же из учеников его по отношению к первому, значит, тут тоже уже как ученик, сказал ему, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Казалось бы, это очень важно, похоронить усопшего отца. И есть Божья заповедь на этот счет, почитай отца и мать. Это заповедь с обетованием, и будешь долголетен на земле. Но Христос здесь говорит нечто не очень понятное. Но Иисус сказал ему, «Иди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». А как мертвые могут погребать своих мертвецов? О чем это? Оказывается, Христос видит душу не только живого человека, но и мертвого. И он видит, что этот человек был мертв еще при жизни, духовно мертв, в своей невозможности исполнять Божий закон. И Господь говорит, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». То есть вот эти живые трупы, его друзья, они позаботятся о нем. Но что даст эта забота? Этот человек духовно мертв. Сейчас он перешел в физическую омертвелость. И пусть другие мертвецы, подобные ему эти живые трупы, позаботятся о нем. «А ты иди за мной». Поэтому слова «Оставь отца и мать, иди за мной» можно понимать достаточно широко. Они призывают нам, нас оставить грехи наших умерших родственников, оставить характер поведения наших родителей, если это неправильное поведение, вырваться из-под тех влияний, которые уже усопшие люди успели оказать на нас. Ведь в законе Божьем сказано, 20-я глава книги Исход, что Бог наказывает людей до третьего, четвертого рода. Почему до третьего, четвертого рода? Епископ города Бреши, Патерий, капиллятор трудов Григория Великого, двоеслова, он пишет, а почему сказано до третьего, четвертого рода? Потому что мы помним кого? Отца, деда, прадеда реже, значительно реже. Речь идет о том, что если мы подражаем грехам предшествующих, поколений родов, нашего Шем-Миш-Паха, то есть нашей семьи, то мы несем ответственность за грехи даже усопших людей. И это будет продолжаться, если мы не живем эти грехи в себе. В каждом из этих двух случаев Христос показывает, что он сердцеведец и отказывая человеку, чтобы тот шел за ним, Христос не отказывает ему быть христианином. И напротив, настаивая на том, что человек должен все оставить и идти за ним, Христос не говорит ему оставляй хорошее, оставляй то дурное, что было и иди за Богом. Ибо неблагонадежен для Царствия Небесного взявшийся за плух и оборачивающийся назад. Подписывайтесь на библейский портал Экзекет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok